Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Скоро летние каникулы и многие молодые жители Самары задумаются о поиске подработки. Куда им можно обратиться? Какие документы нужны подросткам для трудоустройства? Какие права есть у молодых работников с точки зрения охраны труда? В нашей студии Ольга Петрухина, директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Молодежный центр Самарский» и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Ольга Юрьевна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер, рад вас видеть. Добрый вечер. Мы сегодня 28 апреля, Международный день охраны труда. Во-первых, для начала хочу вас поздравить с профессиональным праздником. Спасибо большое. Потому что на самом деле очень важный праздник, потому что люди – это самое ценное, что только есть на любом предприятии. Без людей невозможно, собственно говоря, ни одна деятельность. И, соответственно, сохранение их здоровья, их жизни, их трудоспособности – это важнейшая задача. Вот что бы вы пожелали, скажем так, работодателям, коллегам, ну и всем людям, кто работает в Самарской губернии? Совершенно верно. Как вы правильно отметили, в соответствии с 209 статьей Трудового кодекса, охрана труда – это не что иное, как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Ну и дальше она включает огромное количество различных факторов, которые, собственно говоря, относятся к этому направлению деятельности. 2020 год показал нам особую значимость таких как бы простых и нетривиальных вещей, как жизнь, здоровье, собственно говоря. Я хотел бы в преддверии нашего сегодняшнего праздника напомнить еще раз работодателям о том, что за этими простыми вещами, за простыми мероприятиями по охране труда – обучение, медицинские осмотры, обеспечение работников спецодеждой – стоят судьбы людей и жизни зачастую, потому что состояние, собственно говоря, производственного травматизма, хоть оно за последние годы, собственно говоря, благодаря усилиям и министерства, и администрации, и работодателей в том числе, которые действительно стали уделять этому вопросу довольно существенное внимание, он немного снизил себя и уровень производственного травматизма, но при всем при этом, как уже говорили, за этими сухими цифрами статистики стоят действительно человеческие жизни, и этому вопросу нужно уделять довольно существенное внимание. Чего бы я и хотел пожелать нашим работодателям. Давайте сейчас сделаем паузу, посмотрим сюжет на эту тему, и затем продолжим нашу беседу. Спасибо. Екатерина Булыгина занимается охраной труда в крупной нефтяной компании. Она в ответе почти за 7 тысяч человек. В профессию пришла почти два десятилетия назад. Тогда, говорит, и подумать не могла, что это станет делом жизни. Участие в Олимпиаде по охране труда Екатерина принимает уже в четвертый раз, с самого первого состязания. В прошлом году ее команда стала победителем. На этот раз планы не менее амбициозные. Четыре команды от разных предприятий проходят тестирование, представляют профессиональные кейсы и моделируют реальные производственные ситуации. По итогам определяют лучших специалистов в области охраны труда. В этой сфере сейчас происходят серьезные изменения. Как на практическом уровне разделяются полномочия по направлению безопасности, так и на законодательном. Количество нормативно-правовых актов, которыми ранее регулировалась эта сфера, сокращается в 14 раз – с 1000 до 70 документов. Работодатели предъявляют повышенные требования к специалистам, поскольку это единственная должность, прописанная как обязательная в Трудовом кодексе. Отказаться от нее руководство компании не имеет права. Никто там больше не упоминается – ни юрист, ни кладовщик. То есть работодатель составляет штатное расписание, все остальные вопросы он имеет право решать самостоятельно. А вот специалиста по охране труда он обязан иметь. При численности работников более 50 человек он обязан иметь специалиста и, соответственно, в зависимости от численности уже создать службу охраны труда. Поддержку специалисты по охране труда находят в городском департаменте по управлению персоналом и кадровой политике, где для них регулярно организуют профилактические мероприятия. Например, сегодняшнюю Олимпиаду. Также в ведомстве готовы бесплатно проконсультировать как юристы, так и экономисты. 28 апреля специалисты по охране труда будут отмечать свой профессиональный праздник. В этот день мы напоминаем о необходимости внимания к таким вопросам, как охрана труда, как предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Ведь каждый человек имеет право на достойный труд в условиях безопасности и гигиены. Уважаемые гости, вот мы посмотрели сюжет. Скажите, а где кадры, кстати, берутся для специалистов по охране труда? Потому что работа на самом деле сложная, важная и она, ну скажем так, на стыке самых разных специальностей находится. До недавнего времени должность специалиста по охране труда мог занимать абсолютно любой человек, независимо от его образования, независимо от стажа работы. Несколько лет назад у нас появился специальный профессиональный стандарт, который говорит, что же это все-таки такой человек, который занимается вопросами охраны труда. К нему подъявляются определенные коэффициентные требования, то есть к опыту работы, к образованию, которое, собственно говоря, он должен иметь. Вузы готовят специально специалистов для различных отраслей деятельности, потому что наверняка все понимают, что специалист по охране труда в учреждении культуры и учреждении нефтегазовой добычи. Это будет, ну да. Или на сталилицейном заводе. Сталилицейный завод, да, совершенно верно. Неслучайно у нас, помимо обучения по охране труда, имеется в виду не только профильных вузов, но и периодическое обучение, которое раз в три года все специалисты по охране труда должны в обязательном порядке проходить. Еще предусмотрено и повышение квалификации. Во время проведения повышения квалификации как раз и идет такая специальная подготовка с учетом, соответственно, требований по охране труда, которые предусмотрены для конкретного вида деятельности. Ну а кузнец кадров, то есть учреждения, которые готовят у нас этих специалистов, ну на территории Самарской области есть как минимум два вуза. Это у нас с вами политехнический, как он раньше назывался, да, университет. Технический университет, совершенно верно. И Таятинский государственный университет, у них есть специальные факультеты, которые готовят специалистов по программе «Техносферная безопасность», которые могут уже полноценно работать с специалистами по охране труда. Ну и кроме этого, есть у нас учебные заведения дополнительного профессионального образования, которые на базе уже имеющегося образования, высшего и среднеспециального, готовят специалистов, то есть позволяют им пройти профессиональную переподготовку. То есть человек имеет базовое образование, ну например, там металлург, и он может, пройдя переподготовку, работать на том же самом металлургическом заводе специалистом по охране труда. Совершенно верно, совершенно верно. Он может это делать, но опять-таки человек должен осознавать то, что работа по охране труда – это очень сложная работа. Это не как отправляли раньше, как в советских фильмах, отправляли раньше туда, ну либо совершенно молодого специалиста, которого пока ничего не ждут заниматься вопросами охраны труда и техники безопасности, либо уже человек, который уже одной ногой, что называется, на пенсии, которому осталось работать не так уж много времени, да, на этой же деятельности. Чтобы его не нагружать, скажем так. Совершенно верно, чтобы его, так сказать, не нагружать по основному направлению деятельности. Сейчас нужно понять, что работа по охране труда – это очень серьезная работа, которой должны заниматься специалисты с очень серьезной подготовкой профессиональной. Ну и еще мы, конечно, с вами не забываем о самой печальной, что называется, теме для специалистов по охране труда – статья Уголовного кодекса за нарушение требований охраны труда. 413-я статья, которая может быть, собственно, подвергнутся и работодатель, и специалисты по охране труда, которые недостаточно внимания уделяют своей профессиональной деятельности. Дмитрий Владимирович, тогда уж скажите, а какие санкции-то она, чтобы понимать до конца, людям, которые вот идут на эту работу, что может грозить специалисту по охране труда? Там предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная ответственность. Она градируется уже от последствий, которые привели к несчастному случаю, к случаю профессионального заболевания. Сроки там довольно-таки большие, ну, сейчас в преддверии праздника пугать больше конкретно. Не будем пугать, но, скажем так, можно получить реальный уголовный, вот реальный срок. Не только можно получить. И судебная практика довольно-таки большая, когда у нас должностные лица, отвечающие за безопасность проведения работ, получают действительно реальные сроки. Поэтому и работодателям, и специалистам по охране труда к своей деятельности нужно относиться крайне внимательно. Ну да, при этом должность эта нужна везде. Вот как мы только что услышали, увидели в сюжете, компания со штатной численностью свыше 50 человек уже должен быть специалист такой. Совершенно верно. Это просто положено, и никуда ты от этого не денешься, не избежишь. Совершенно верно. Ольга Георгиевна, вот вопрос к вам. У нас близится летний каникулярный период. И, соответственно, многие наши молодые сограждане начнут думать о подработке. Хочется заработать себе, хочется помочь семье, хочется, наконец, просто попробовать свою силу, узнать, что же это такое взрослая жизнь, что же это такое работа. Вот куда им можно обратиться и нужно обратиться? Вообще хорошее, да, это желание у молодых людей поработать, заработать. Хорошо, что оно есть. Хорошо, что оно есть, да. И со стороны родителей, конечно же, надо в первую очередь поддерживать это желание. Может быть, даже найти дополнительную информацию вообще, где можно поработать, при каких условиях, да, и что необходимо. Если говорить в целом, у нас на территории городского округа Самара, молодежный центр Самарский, занимается организацией временной занятостью подростков, да, на летний каникулярный период и свободное от учебы время. То есть любой желающий подросток в возрасте от 14 до 17 лет включительно может обратиться к нам в центр. Но мы также не забываем, да, что и ряд других вообще коммерческих организаций по городу тоже могут принимать подростка к себе на работу. Это и промышленные предприятия есть, такая практика, по крайней мере, она была у нас на территории города и в 18-м, и в 19-м году, да. Это также могут быть какие-то коммерческие организации сети быстрого питания, да. Но единственный ключевой момент, мы должны не забывать, что подросток может выполнять только легкие виды работ, не причиняющие вреда его здоровью, да. Для любого подростка у нас в трудовом кодексе определено время максимальное, которое он может работать. И для ребят, кому 14 лет в летний период, могут работать до 4 часов в день. Ребята, кому 15 лет, могут работать 5 часов в день и в пятницу 4 часа. И ребята, кому 16-17 лет, до 7 часов в день. То есть 7 часов – это то максимальное количество времени, которое он может работать. Подростки не могут работать в выходные дни, праздничные дни, да. Мы также не можем привлекать к работе во вредных, опасных условиях труда. Также на тех, скажем так, предприятиях или видеодеятельностях, где работа может причинить вред здоровью и нравственному воспитанию, да. То есть это различные там ночные клубы и так далее. Поэтому все-таки, наверное, задача и подростка, и родителей – грамотно подойти к возможностям трудоустройства, да, на летний, например, каникулярный период. Если говорить про нашу организацию, то мы предлагаем, как говорится, те виды работ, которые подросток может выполнять на улице, да, типа помощника-садовника или уборщик территории, работу как в офисного характера, такие, выполняя такие работы, скажем так, работать в архиве, к серкопированию, тиражированию каких-то документов, да, работа с компьютером, опять же, определенное количество, там, скажем, по времени. То есть это те виды работ, которые он может, в принципе, выполнять подросток и получить за эту зарплату. В настоящее время зарплата начисляется за расчетом род, и он составляет более 12 тысяч сейчас. Сейчас за полный отработанный месяц 12,792 рубля, и если говорить конкретно про работу от нашего центра, в нашем центре, да, то каждый подросток еще и получает материальную поддержку от центра занятий населения, и она составляет 2250 рублей за полный отработанный месяц. То есть дополнительно к той зарплате, которую подросток получит у работодателя, вы ему заплатите вот 2 тысячи с лишним рублей? Да, получает еще материальную поддержку 2250 рублей. Но из МРОТа, да, мы не забываем, что, как и у всех работающих граждан, у нас удерживается 13% НДФЛ, налог на доход физических лиц. Кстати, очень полезно, ребенок начнет понимать, что такое государство, что такое налоги, что такое ответственность его перед государством и, соответственно, государству перед ним. Потому что он уже поймет, что вот я заработал, я поработал, и 13%, но это, кстати, не все налоги, чтобы люди понимали, это только НДФЛ, там же есть еще и... Да, конечно, начисление на оплату труда. Начисление на оплату труда, страхование и так далее. То есть он поймет, что это такая вот дорога с двумя направлениями, и, соответственно, требования нужно предъявлять друг другу. Конечно, конечно. В любом случае подросток попробует свои силы, да, он... Очень полезно. Это хорошее направление профориентации, это вообще, как бы, знакомство с предприятиями, с культурой организации. В любом случае это трудовая дисциплина, важный момент, да. Это вообще те правила, которые существуют в организации. Если мы сегодня говорим об охране труда, то в любом случае он приходит в первый рабочий день, с ним проводятся инструктажи, да, он расписывается в журналах по технике безопасности, изучает вообще работу организации, проводит с ним стажировку, если он того требуется, да. То есть это достаточно серьезный порядок тех мероприятий, которые проводятся с подростком, да. Если это, опять же, какие-то уличные виды работ, да, то выдаются средства индивидуальной защиты. То есть все необходимые, еще раз повторюсь, мероприятия с ним в организации проводятся. Ольга Юрьевна, я знаете, вот о чем подумал сейчас. Вы когда сказали вот про эти 2200 рублей, то есть получается, что устраиваться через вас на работу молодому человеку, ну, скажем так, несколько выгоднее, чем идти напрямую. Ну, математика это подсказывает. А насколько рано нужно к вам обращаться, вот, чтобы попасть на работу с вашей помощью и таким образом немножко получить еще и вот такой прибавок, довязок? Ну, вот у нас уже полным ходом идет запись на трудоустройство на летний куникулярный период. Сейчас мы уже записываем, конечно, да, с 1 апреля мы записываем на июнь, чтобы тоже понимать, какое количество ребят к нам придет, чтобы было время, чтобы мы ребят сориентировали по необходимому перечню документов для трудоустройства. О нем я сейчас тоже расскажу дополнительно. Мы, конечно же, все это заранее проговариваем. Еще раз обращаю внимание, что подросткам должно уже исполниться 14 лет. То есть паспорт он уже должен получить? Паспорт обязательно должен получить. И те ребята, кому 14-15 лет, обязательно должны получить согласие органов опеки и попечительства и должны получить заявление, согласие от родителей принести к нам, это вот для полного пакета документов. Подождите, то есть я правильно понимаю, что одного согласия родителей недостаточно, согласие органов опеки и попечительства тоже требуется? То есть это надо сходить, взять бумагу? Это норма Трудового кодекса, да. И обязательно нужно будет сходить и родителю, и ребенку, чтобы получить разрешение, скажем так, на работу, согласие органов опеки и попечительства того района, где ребенок проживает. Это насколько сложно, кстати? Это несложно. То есть сейчас, например, для органов опеки и попечительства любой родитель нам на электронную почту может написать фамилии, имя, отчество ребенка, дату рождения, телефон для связи. Мы делаем на ребенка ходатайство, в электронном виде направляем уже в органы опеки, и в часы приема отделов опеки родители с ребенком обращаются туда и в один день получают это разрешение. Ну то есть, по сути дела, вы делаете часть работы за родителей, то есть вы направляете запросы, а родителям нужно просто прийти и получить. Да. Ну, показать ребенка, показать себя, что это на самом деле все есть. Ну, здесь как бы такая норма Трудового кодекса, и смысл, когда законодательным принималась, как бы, скажем так, эта статья, смысл заключается в том, что органы опеки все-таки должны проконтролировать эту ситуацию. Не по собственному ли желанию ребенок хочет работать, не заставляют ли его родители, не возражают ли родители. То есть, все-таки это, скажем так, защита ребенка в первую очередь. И его прав. И его прав. То есть, в глаза посмотреть надо вообще, что происходит в себе. Что посмотреть, да, все верно. И когда родители нам говорят, что, почему нужно собирать такой пакет документов, я всегда говорю одну фразу. Вы защищаете юридически своего ребенка. Любой взрослый человек при трудоустройстве тоже предоставляет пакет документов для трудоустройства, да. Это и паспорт, это и документы об образовании, да. Это и результаты, там, медкомиссия. То есть, в принципе, тот же перечень документов предоставляет подросток при трудоустройстве. Единственное, что добавляется, это как раз заявление согласия родителей и согласия органов опеки и попечительства только для тех ребят, кому 14-15 лет. А, кстати, справка медицинская тоже необходима, то есть, получается, вот вы сейчас сказали. Да, да. Сведения о медицинском осмотре тоже необходимы. Ясно. Насколько заранее это все нужно вот предоставить? Мы вообще приглашаем, когда у ребенка полный пакет документов готов, мы назначаем дату и приглашаем для оформления трудового договора. Уважаемые коллеги, а какие права есть вот у молодых работников с точки зрения охраны труда? Потому что, Ольга Юрьевна, вы сейчас сказали, что мы защищаем права ребенка-нензем молодого человека, так скажем, подростка. А вот какие права есть вообще у молодых работников? Следует понимать, что наши молодые сограждане, они даже более защищены с точки зрения охраны труда, чем взрослые околения. Этот вывод следует хотя бы из того, что период отдыха, то есть ежегодные отпуска, которые у нас предусмотрены у людей младше 18 лет, они у нас не 28, как для большинства, работы, профессий, которые у нас осуществляются на территории Российской Федерации. У них отпуска составляют 31 календарный день. Это во-первых. Во-вторых, если все граждане старшего возраста, больше 18 лет, они могут брать первый период отпускной только после истечения полгода своей непрерывной работы у работодателя, то лица, не достигшие 18 лет, они могут идти в отпуск, ну, конечно, пропорционально отработанному времени, уже, в принципе, отработав один месяц. Вот это очередной плюс. Кроме того, хотел бы напомнить нашим работодателям о том, что испытательные сроки для людей, не достигших 18 лет, они у нас запрещены. Ни в коем случае им устанавливать эти самые испытательные сроки и увольнять по причине того, что они не прошли эти самые испытательные сроки, они ни в коем случае не имеют права. То есть их просто не существует? Совершенно верно. Их просто-напросто не существует. Мы неоднократно сталкиваемся с нарушением требований действующего законодательства, когда работодатели делают это. Ну и, кроме того, мы ведем активную разъяснительную работу среди школьников. Это старшие классы, 9-й, 10-й, 11-й класс, где мы ребятам, собственно говоря, рассказываем о том, что такое охрана труда, какие права у них есть, какие обязанности у них есть. Конечно, потому что права без обязанностей, ну, как мы все понимаем, они существуют в принципе и не могут. Совершенно верно. Да. Рассказываем, объясняем им, какие документы они, от них может потребовать работодатель при трудоустройстве. Потому что тоже иногда сталкиваемся с какими-то совершенно мифическими требованиями работодателей, когда они просят у людей, не достигших 18-летнего возраста, диплома высшего образования. Ну, мы все прекрасно понимаем, что эта норма в принципе не может быть. И поэтому непонятно, чем в данном случае руководствуется работодатель. Просто банальный нежеланием брать этого работника, либо какими-то другими, может быть, незнание какое-то, собственно говоря, есть у этого работодателя. Вот. Поэтому мы ребятам все эти моменты стараемся разъяснить. Кроме того, мы разработали специальные пособия методические, как для работодателей, чтобы работодатели могли понять, что они должны делать в отношении своих работников. И также сделали методические пособия для самих школьников, для своих ребят, недостигших 18-летнего возраста. Они у нас активно размещены. Они есть на официальном сайте администрации города Самара. Они есть в наших рубриках, в информационном проекте охраны труда в Самаре, во всех наиболее популярных социальных сетях они тоже есть. Любой абсолютно человек может получить доступ к этим нашим методическим пособиям в любой, собственно говоря, момент. Вопрос важный. Как работодатель должен организовать рабочее место для несовершеннолетних, для молодых сотрудников, которые временно приняты на работу? С точки зрения охраны труда нам следует понимать, что работник имеет право получить полную и достоверную информацию об условиях труда на своем рабочем месте. Как Ольга Юрьевна правильно сказала, что работать на работах с вредными и опасными условиями труда ни один работник, не достигший 18-летнего возраста, не имеет права. Работодатель в принципе не имеет его брать на такие рабочие места. Поэтому, конечно, лицо, уже достигшее 18-летнего возраста, оно уже понимает, с чем оно столкнется, потому что работа в этих условиях априори, которые считаются вредными у нас, априори ничего хорошего для здоровья работника не несет. Конечно, может быть, это вредно наступит для здоровья ни сегодня, ни завтра, но по прошествии определенного количества времени мы можем говорить, что возможно наступление негативных последствий для здоровья работников. Здоровье людей, не достигших 18-летнего возраста, ребят, оно еще находится в довольно хрупком состоянии. Мы не знаем, каким образом оно на нем скажется. Не случайно у нас работники до 21 года, работающие во вредных условиях труда, независимо от того, какова периодичность предусмотрена для этих работ действующим порядком проведения медицинских осмотров, они должны проходить медицинские осмотры ежегодно. Это же не случайно норма у нас идет. Поэтому работодателям при трудоустройстве на рабочее место своих работников нужно понимать, что контроль за этим рабочим местом должен быть всесторонний. Ни в коем случае никаких вредных, опасных условий труда. В связи с этим необходимо провести ряд процедур. Это и специальная оценка условий труда, это и производственный контроль, и это современная процедура оценка рисков на рабочем месте. То есть для чего она нам нужна? Если раньше мы реагировали, мы работодатели, проверяющие органы собственного, реагировали уже на инцидент, несчастный случай, профессиональные заболевания, то есть уже на совершившийся факт, то методика проведения оценки производственных рисков, она уже нам сподвигает нас к тому, чтобы мы реагировали на потенциальную возможность. Ну, характерный пример. В организации офис, офисная комната, расшатанная розетка. Все ее видят, все ее, собственно говоря, она уже не первый год там. Все к ней привыкли. Все к ней привыкли, да. При инструктаже начальник говорит, ты, пожалуйста, дорогой работник, будь аккуратен, у нас тут розеточка вываливается. При старом подходе мы должны бы реагировать уже, когда произошел несчастный случай, кого-то ударило током. То есть сейчас мы должны уже потенциально понимать, у нас еще розетка не вываливается, но при всем при этом мы понимаем, что ремонт у нас делался очень давно, поэтому коммуникации могут прийти в негодность. Поэтому к ним следует уделять особое внимание. Это и есть принцип риск-каррентированного подхода, то есть управление рисками. Мы должны с вами уже за шаг предугадывать, что же может у нас с вами пойти не так в нашей организации. Поэтому, исходя из этого, требования к условиям труда на рабочих местах этих работников очень серьезные, и работодателям нужно уделять самое пристальное внимание этому. Я правильно понимаю, что это внутренняя служба, как раз внутренняя кадровая служба, она это и должна делать, собственно говоря, это их задача. То есть внешних специалистов не надо привлекать? Здесь не во всех ситуациях может быть так. Во-первых, это не только кадровая служба, у нас во всех организациях с 2016 года у нас должна во всех организациях появиться такой документ, как положение о системе управления охраной труда. То есть работой по охране труда должны заниматься абсолютно все. Не только специалисты по охране труда, потому что ноша это огромная. Вынести ее один человек, тем более если речь идет о большом предприятии, если на этом предприятии есть огромное количество различных опасных факторов, то есть вынести одному человеку это невозможно. Поэтому вся эта работа должна полномерно разделяться между довольно большим количеством должностных лиц. В этом положении должно быть четко прописано, за что отвечает руководитель, за что отвечают начальники отделов, за что отвечают специалисты по охране труда, за что отвечают сами работники, потому что у нас с вами тем же трудовым кодексом российской федерации предусмотрено и обязанности работников в области охраны труда. Поэтому, исходя из этого, мы должны с вами проводить работу по охране труда комплексно. Осталось совсем немного времени. Вот краткий вопрос. Куда обращаться молодому человеку за охраной своих трудовых прав? Если он считает, что что-то не так. Да, ну я думаю, что тут довольно много, собственно говоря, вариантов для обращения. Во-первых, это, конечно же, если молодой человек трудоустроился через молодежный центр Самарский, то... То к вам же и можно обратиться. Да, совершенно верно. В администрацию города, Государственную инспекцию труда, прокуратура, да. Проще всего, если через вас трудоустраивается, то к вам можно обратиться и, соответственно, вы уже эту ситуацию возьмете на контроль. Обязательно. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, что на самом деле вот этих событий не будет, а людей, которые трудоустроились, молодых людей, которые отработали, заработали деньги и получили опыт, будет у нас много, потому что это дело чрезвычайно полезное. Спасибо большое. Спасибо за беседу. И напоминаю, что в нашей студии были Ольга Петрухина, директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара Молодежный центр Самарский и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Перспективы рынка труда мы продолжим обсуждать уже в мае. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин